Впервые моя жена сказала, что наконец-то что-то толковое по-настоящему написал. А вот вам и первый отзыв на новую повесть Александра Цыпкина «Идеальный Че». После двух премьерных выступлений в Москве, на следующий же день автора принимал Челябинск. Зашла просто на ура. Собственно говоря, вчера. Вот и сразу к нам. По-моему, в Челябинске такое пропускать нельзя. Я думаю, что это лучшее, что сейчас можно слышать от Александра Цыпкина. И мы его слышим, это первое и после Москвы. Мне удалось много чего написать хорошего, как мне кажется. Ну, зритель скажет, хороший или нет. По крайней мере, тот случай, когда я считаю, что это неплохо. И что радует, это сначала не получалось, сначала писалось плохо. И если бы не было времени большого на написание, это так бы и ушло в плохом состоянии. А когда у тебя еще два месяца есть, думаешь, ну, еще напишешь, еще поправишь. То есть я никогда так много не редактировал, как в этот раз. Переживаний, по словам Александра, было много. Автор отказался от привычного формата выступления и вместо нескольких рассказов представил цельную повесть. В новом произведении под прицелом острой сатиры общественно-политические проблемы. Там будет весело, аморально, жестко. Есть где задуматься. Я думаю, что будет, как всегда, потрясающе. Давно хотел потроллить окружающую действительность. И диктатуру политкорректности, и хитров, и вот эти пиар-технологии, и увлечение людьми эзотерикой. Сегодня, как в начале 20 века, это настолько пронизало все наше общество. Каждая вторая девушка ходит в какой-нибудь колдунье, привораживает, отвораживает. Выясняется, что этим занимаются люди с высшим техническим образованием иногда. Еще одна тема новой повести, такая знакомая всей русской литературе, тема маленького человека. У меня вообще маленький человек, и человек сам по себе. Маленький не в смысле плохой, а небольшой внутри большого государства. Мне интересен был, я же сам в том числе маленький человек. Мне захотелось противопоставить этого маленького человека большим людям, что из этого выйдет. Жизнь продолжается, и люди пишут новые повести, и они готовы делиться этим с людьми. Ну а мы готовы знакомиться с современными авторами и узнавать их взгляды на нашу реальность.